Эта элита всё время говорила, что она там коммунизм ненавидит и так далее. Один из главных светочей нашего диссидентства говорил, что Советский Союз и Россия — это булыжник, лежащий на пути мировой цивилизации. Его надо откинуть, и что с ним будет, совершенно неважно. Значит, не только на Западе всё время знак равенства между коммунизмом и русскими был. «Кил комми фумоми» — убей русских. И всех называли русских. Это происходило и у нас, и там. Это был единый консенсус. Когда национальные группы, какие-нибудь там, неважно, таджикские, армянские или другие, когда они как бы восставали против Русской империи и всего прочего во имя своих созданий своих клоповников, которыми потом они же ужаснулись, да? Какое-то оправдание было. Хотя бы там будут клоповники, на своём языке будем разговаривать. Потом стало понятно, что исчезает империя, исчезают и эти анклавы, Армения и всё прочее, да? Тут же. Но это было хоть как-то оправдано. Декларация о порабощённых народах, да, и всё прочее. Но когда речь шла о русских, то оправданий не было вообще, потому что русские, антисоветские силы, полностью пристёгнутые к ЦРУ и так далее, много раз обращались к президентам Соединённых Штатов с тем, чтобы русский народ тоже включить в число народов, порабощённых коммунизмом. Им каждый раз говорили «нет», потому что на самом деле все порабощены не коммунизмом, а русским. Мы говорим «коммунизм», подразумеваем русских. Продолжая эту мысль, Сергей Ирванович,